Привет всем! Давно я роликов не делал, но, честно говоря, не было ни желания, ни времени, ни сил, уж простите. Но, разгребая старое барахло, наткнулся я вот на такую коробочку. Чувствуете это? Так пахнет ностальгия. Ну или пыль. Сейчас, конечно, это диски уже нафиг никому не нужны, у большинства людей, наверное, и сидеромов уже нет, но выбрасывать как-то жалко. Особенно, когда натыкаешься на такое. Куда обложка делась, хз уже. Не могу с чистой совестью сказать, что эта игра древняя, как говно мамонта, но появилась она у меня вместе с первым пентиумом, году эдак в 98-м. Игр было немного, может поэтому она мне так в душу и запала. Это сейчас квесты умерли, а тогда они вполне игрались. Мне лично запомнились три квеста. Это пятый эпизод про космического раздолбая, приключения мистера Бина в сомнительных подворотнях, ну и, собственно, похождение Торина. Нет, не сына Трайна и внука Трора, а вот этого. Обычный деревенский пацан, который мечтает стать героем. Захотелось ее установить, но, само собой, игра на современной системе в один клик устанавливаться не захотела. Вернее, восьмая, винда на ноуте и десятая на компе не захотели ее принимать. Слава Одину, что сейчас существует DOS Box. Пришлось вспомнить DOS команды, чуть-чуть погуглить, но игра установилась и даже запустилась. Не, ребят, хоть это канал в основном по ферме, но мы с вами сейчас пройдем ее. Может, кто-то игру уже проходил когда-то сам и сейчас поностальгирует вместе со мной. Если же нет, самое время с ней познакомиться. Так что заваривайте чай и наслаждайтесь. Главное меню я вам показывать пока не буду, чтобы маленькую интрижку сохранить. И в целом постараюсь, чтобы рассказ получился последовательным. Новая игра встречает нас с вступительным роликом. Да, именно в таком виде. Конкретно в этом моменте вступительный ролик растяну на весь экран. В центре композиции чан с благовониями. Кровать с парой королевских особ в объятиях морфея. А на фоне слышен детский плач и тревожная музыка. Тревожная музыка звучит не просто так, ведь нам показывают злодея, который как раз засыпает сомнительный порошок в перстень. Прям классика жанра. Поскольку родители голубых кровей устали за целый день, ну вы знаете, там танцы на балу, воинов в рыцаре произвести, утопить корабль бутылкой с шампанским. Успокоит ребенка приходит нянечка, и надо сказать, очень, очень вовремя. И дабы плач окончательно не разбудил королевскую чету, няня уходит укачивать ребенка на балкон. Тем временем злодей заканчивает заправку картриджа своего перстня и приступает к выполнению своей дьявольской задумки, о чем свидетельствует нахлобученный на голову капюшон. Злодейской походкой в стиле «тудым-сюдым» он направляется в королевскую спальню и высыпает содержимое перстня в чан с благовониями. Вония перестают быть благо и превращаются в зловещих дымчатых змей. Музыка достигает апогея и... Все, кто находится в комнате, погибают. Но ребенок с нянечкой не находились в комнате, и только дождь заставляет их вернуться. Увидев такой поворот событий, нянечка принимает единственное возможное решение – бежать. Вместе с ребенком. К счастью, ей это удается. Не будем спрашивать, как она с балкона слезла. Может, он на первом этаже был. Может, там лестница была. Сбежала и сбежала. Весеннее или летнее утро. Солнышко светит, птички поют, и наш злобный знаковый с перстнем тут как тут. Сцена меняется, мы видим уютный домик с амбаром, и батя в зеленой одежде зовет Торина. Тот исполняет чудеса паркура, забирается на крышу, только для того, чтобы эффектно спрыгнуть с нее с тройным оборотом и пафосно предстать перед нами. Батяню такой период не впечатляет. Он говорит Торину, что пора бы уже и повзрослеть. И где инструменты, которые он просил принести из города? Торин придерживается философии «никогда не делать сегодня того, что можно сделать завтра». Но бате эти инструменты нужны утром, и, свесив голову, Торин соглашается. На кольцо выходит матушка и просит Торина поспешить не опаздывать к ужину. По дороге Торин закатывает монолог, что это не то, что он хочет от жизни, что он хочет быть героем. Тут ему можно посоветовать быть осторожным в своих желаниях. Но разговаривает Торин не сам с собой, и спрашивает Бугла, согласен ли он. Из сумки вылазит нечто жизнерадостное, это и есть Бугл. Торин попрекает его, что тот снова дрых. Бугл – это наш питомец и компаньон в игре, у которого есть очень полезные способности, но о них позже. Торин продолжает жаловаться на жизнь, якобы она проходит мимо него, и вдруг, рядом с его домом, возникает выхар с ехидным лицом. Родители оказываются в заточении в зеленых кристаллах и исчезают неизвестно куда. Тут и начинается первая глава под названием «Верхние земли». Торин стоит около пустого дома, не понимая, куда и почему могли деться и родители. И тут из кустов появляется вообще неподозрительный субъект в плаще и капюшоне, который говорит «Я все видел». Торин – парень в меру разумный, и поэтому спрашивает «Ты кто такой?». Тут, естественно, гонишь, что он мимо крокодила и спрятался за амбаром из-за испуга. На вопрос Торина, кто это мог сделать, тип отвечает «Возможно, это колдун или колдунья». И кто же обладает такой мощью? Кто знает, но была одна такая, хотя нет, лицентия не появлялась уже много лет. И кто она такая? Да вряд ли это она, потому что та была изгнана в Нижние земли много лет назад. Торин подмечает, что если она попала в Нижние земли, значит она очень злая. Неподозрительный тип соглашается, но берет Торина на слабо, типа ему никогда туда не добраться. Но поскольку Торин в меру разумный, то он принимает решение найти лицентию и заставить отпустить родителей. Хотя этот тип несколько раз сказал, что это не могла быть лицентия. Этот тип прям мастер обратной психологии. Ну или Торин действительно в меру разумный. Вот теперь игра начинается на самом деле. И расскажу для начала об интерфейсе. Слева мы видим черную книгу. Это записанные диалоги. В любой момент мы можем открыть книгу и прочитать, о чем разговаривали с разными персонажами. Тут мы пока говорили только с этим странным типом. Уже по субтитрам видели, что его зовут Пекант или Пекант. Хотя он свое имя нигде не светил. Но да ладно. Дальше у нас есть две кнопочки. Если нажата в меру разумная кнопка, то тут будет виден инвентарь Торина. Если кнопка Бугл, то способности Бугла. О них позже. Можно в любой момент поставить игру на паузу. Слышали? Игру 95 года можно поставить на паузу. Тут интересный ползунок. Если его поводить в стороны, то можно просмотреть нашу локацию данной главы. Не всю, а так скажем, главный коридор. И честно, пока не вспомню, во всех ли главах есть такой ползунок. А тут песочные часы – это таймер подсказок. И они же кнопка подсказок. Если в настройки зайти, то можно этот таймер под себя настроить. Можно подсказки вообще вырубить. А можно сделать так, чтобы они всегда были доступны. То есть в любой момент, если не знаете, что делать, можно нажать на эту кнопку, и игра тебе подскажет, что делать. Причем сначала она тебе даст просто намек, потом легкое указание, ну а если нажимать постоянно, то подсказки будут все более и более четкими, и в конце концов игра будет конкретно говорить «иди туда-то, возьми то-то, отдай тому-то». То есть эта игра максимально дружелюбна к игроку. Курсор тут изначально серенький такой, но если он набредет на что-то, с чем можно взаимодействовать, он станет белым. Причем зачастую объекты, с которыми можно взаимодействовать, немного выделяются из общего окружения. Нет тут такого пиксель-хантинга, что каждую травинку нужно щупать. Взаимодействию тут вполне поддаются логике, то есть нет такого, что для того, чтобы открыть гараж в доме, нужно запихнуть хомяка соседу в журнале. А если торинг погибает, то игра просто загружается до того момента, как вы совершили действие, из-за которого он погиб. Такой себе автоматический Fast Save Fast Load. Вдобавок, именно в этом квесте я не помню таких моментов, когда ты не мог закончить игру, из-за того, что выкинул или не по назначению использовал какой-то предмет, либо не нашел нужный предмет, прежде чем перейти в следующую главу. Игра не хочет сожрать твои нервы, а просто неспешно рассказывает тебе историю. Да, еще один момент поясню. Игра идет в разрешении 640 на 480. Если растянуть ее на весь экран, не нарушая пропорции, то остаются пустоты по бокам. При этом основное действие будет вот на таком участке экрана. Поэтому решил, что в моменты, когда инвентарь не задействован, игра на ваших экранах должна выглядеть так. А если задействован, то вот так. Вот теперь можно начинать. Подсказка подсказала, что нужно идти вдаль от дома, поэтому туда и пойдем. Заодно полюбуемся локацией из 90-х. Мы уже поняли, что Торин весь из себя такой акробат, поэтому без пафоса по дереву он пройти не может. Гугл же пользуется своей гибкостью. Проходим мимо психоделического дерева в стиле кубизма, доходим до конца тропы, видим в далекой низине одинокую татуиновскую постройку и направляемся прямиком к ней. Идем неспешно. Идем неспешно. Да, в игре еще можно регулировать скорость ходьбы Торина, для самых нетерпеливых. Подходим к двери, пытаемся дергать за ручку и орать, но никто не реагирует. Читаем надпись на стене. В экстренном случае разбейте стекло. На самом здании никаких стекол нет, но рядом есть кристалл, который торчит прямо из земли. Можно попытаться разбить его, но не голыми руками. Что ж, пойдем пока обратно. На обратном пути можно познакомиться с местной фауной. Слим и Слайм. Очень харизметичные и запоминающиеся персонажи. Впечатление, что прям с них писались лизняков из мультфильма Эпик. Посмотри на себя. О, ну да, ты не можешь. И все потому, что у тебя глазки влипли в голову. В чем дело, плосколицей? Будешь плакать? Позвать твою плосколицую мамочку. В таком же духе Слим и Слайм подкалывают Торина. И в ходе диалога выясняется, что они являются парой. Они пара фигуристов. Занимаются фигурным скольжением. Тут интересный момент, который как бы сюжета игры не касается, но каким образом эти улитки сообщили, что они пара фигуристов? Как я сказал, они в разговоре подкалывают Торина игрой слов. Я прям слышу, как что-то пропадает во время перевода. К сожалению, моего инглаша не хватает, чтобы улавливать быстрые разговоры. Я полез искать в интернете в надежде найти диалоги в оригинале и, к своему удивлению, узнал, что есть версия этой игры с другим переводом и даже русской озвучкой от Soft Club. Так вот, в ней этих улиток озвучили мужчина и женщина, так что слова о паре никаких эмоций не вызывают. Да уж, вы необыкновенная парочка. Что верно, то верно. Более того, мы не просто парочка, а пара. Пара? Отлично сказано, улит! Спасибо, улита, пара... Тьфу ты, нет же у нас рук! Тогда парагам! Отлично! А что такого в том, чтобы быть парой? То, что мы действительно пара! Мы дуэт! Дуэт в фигурном ползании! Точно! Мы собираемся выступать на Канавской Олимпиаде в парном фигурном ползании! Я подумывал для записи видео использовать эту версию, но я услышал то, что мне не понравилось уже в самой игре. В оригинале фамилия Торина Фармен. Напишется она вот так. В переводе Акелла, в который я сейчас играю, фамилию не стали переводить. Но, как вы знаете, в играх, в фильмах авторы фамилии вкладывают какой-то смысл. Напрямую с английского эту фамилию не перевести. По созвучию, правда, можно сказать, что Фармен далеко, а Мэн это человек, то есть далекий человек. Не в том смысле, что Торин далекий, далекий по мозгам, он в меру разумный. Далеко в том смысле, что по расстоянию далеко. Если еще копнуть, то Фармен это настоящая немецкая, ну или североевропейская фамилия, которая имеет происхождение ослов кучер или паромщик, то есть связанная с дорогой. То есть, если натянуть сову на глобус, то можно сказать, что Фармен это путешествующий или далеко идущий человек, ну типа того. То есть, это вот прям про Торина, который отправился в путешествие, хрен пойми куда, на поиски ведьмы и своих родителей. Так вот, когда Торин представляется улитком, Слим, в переводе Акеллы, коверкает фамилию Бармен, ну так наливай. Но в оригинале я слышу, что он коверкает Фармхенд, фермерская рука или типа того. Однако в русской озвучке от софтклаба фамилия Торина стала Крестьин. Именно. Ты-то кто такой? Я Торин. Торин Крестьин. Возможно, локализаторы софтклаба решили, что Фармен действительно надо было перевести как Крестьин. Может, в этом какой-то смысл есть. А возможно, это чисто для того, чтобы конкретно в этом диалоге получить игру слов, и Слим смог назвать Торина Крестьянином. Крестьянин? Это точно! Ты точь-в-точь похож на Крестьянина! Крестьянин! Отлично сказано, Улит! Тем не менее, мне интересно было бы в этой озвучке пройти игру, потому что в игре очень много шуток, которые хотелось бы именно услышать. Но через Досбокс эта версия не запускается. Сколько я нервов потратил, чтобы просто запустить ее? Пришлось устанавливать виртуальную машину, устанавливать в нее Windows 95, искать видеодрайвер для Windows 95 этой машины, и играть в этом окошечке удовольствие ниже среднего. Возможно, когда-нибудь разберусь что да как, и еще раз поностальгирую. А сейчас решил продолжить играть за Фармана, а не за Крестьяна. Ладно, прощаемся с Улитками и идем дальше. Как вы понимаете, локация не очень большая, но можно позаглядывать в разные укромные места. Например, сюда. Тут куча листьев. Торин отказывается их брать, потому что, ну, нафига они нужны. Идем дальше, к своему дому. Тут до сих пор из дымохода дымок идет, и... Ну, веревка с топором вот прям просится в карман. Хватаем сначала веревку, и сразу топор. Мы ностальгируем по игре с Торином, а Торин ностальгирует по тому, сколько он дров этим топором наколол. Все это появляется в инвентаре, и можно поставить предмет на пьедестал своего рода, чтобы его 3D-моделька спроецировалась в центре экрана. Понятное дело, что игра не в 3D. Не совсем понятно, для чего эта фича, но фиг с ней. Эй, Бугл, let's go! Заходим в дом. Бугл предварительно прыгает в сумку. Да, гляньте, что происходит. Бугл полиморф. Он осматривает какой-то ящик в доме, и теперь он умеет превращаться в него. Само собой, в нужный момент. То есть вот в инвентаре Бугла появилась Бугл-коробка. В доме играет очень приятная и уютная музыка. Прямо ходить не хочется. Можно пошататься по дому, обжечься от плиту, с грустью посмотреть на кресла, в которых сидели мама и папа, и заглянуть в корзину с пряжей, в которой сидит чумочетшая гусеница. При самом первом прохождении непонятно, для чего она может понадобиться, но раз курсор светится белым, если удается навести на нее, значит она нужна. Несколько удачных кликов, и гусеница у нас в инвентаре. Второй раз нам заглядывать в корзину незачем, поэтому выходим из дома. Возвращаемся на основную тропу и отправляемся вниз. Перед нами открывается вид на город, и видим дворец, из которого, наверное, избежала нянечка. По классике, город окружен стеной и рвом с водой. Мост, к сожалению, поднят, поэтому пройти нельзя. Недолго думая, Торин пытается прилечь к себе внимание броском камня в окно сторожки. Внимание нам уделяет Страж, чем-то напоминающий Лимонов из Чиполина. Что интересно, судя по субтитрам, у него даже есть имя – Закс. Этот персонаж – гибрид ночного охранника и вахтера, и диалог из-за этого соответствующий. В город нас он пускать не хочет, потому что мост уже поднят, и вообще пытается сделать все, чтобы Торин поскорее отвязался. Торин же продолжает кидать камни в сторожку. Единственное, чего удается добиться в итоге от Закса – это то, что лицентия точно не в городе. И на том спасибо. Если попытаться переплыть Торин, то Торин подскользнется, и его сожрет Крактопус – помесь крокодила и осьминога, из которых, кстати, получаются хорошие кейсы для ноутбуков. К большому сожалению, в город мы попасть не сможем. Остается только любоваться издали. Ладно, идем снова на главную тропу, и возвращаемся к Татуиновской постройке. Руководствуемся надписью на двери, берем топор и разбиваем кристалл. И чтобы добро не пропадало, кусок забираем с собой. Как ни странно, но это срабатывает. Звон будет сторожа. Сторож обвиняет Торина, что тот пытается прокрасться внутрь. Торин же объясняет, что просто хочет попасть в нижние земли. Судя по виду, сторож и так уже немного ку-ку, но от упоминания нижних земель его крыша совсем съезжает. Он говорит, что никто из нижних земель не пройдет мимо него. Торин же уточняет, что он не из нижних земель, а просто хочет пройти туда. Сторож объясняет, что нижние земли, цитата, кишат неблагонадежными субъектами, психами, политиками. Конец цитаты. Так что никто не войдет в сторожку, кроме его сменщика, который почему-то опаздывает на 10-12 лет и закрывает дверь перед носом. Торин хоть в меру, но разумный, стучится еще раз и представляется сменщиком. Как ни странно, обман срабатывает, и единственный вопрос, который задает сторож, почему тот опоздал на 10 лет? Универсальная отмазка попал в пробку, срабатывает и в фэнтезийном мире, поэтому сторож приглашает Торина внутрь, роняя фразу «Я разверски голоден». Это не просто так. Внутри сторожка достаточно уютная, эдогая квартира-студия. Бог в же время не теряет и обретает способность превращаться в лампу. Сторож просит Торина «Приступай». Торин не понимает, к чему именно он должен приступать. Сторож причитает, что ваше поколение сломано, несите следующее, традиции никому не нужны, бла-бла-бла. Но суть вот в чем. По традиции, во время смены дежурства, сменщик, то есть в данном случае Торин, должен предоставить обед. Как вы понимаете, в противном случае история дальше не пойдет. Придется готовить обед для сторожа. В качестве аппитайзера сторож желает сок из свежевыжатых ягод. Ягоды мы видели в первом же кадре игры, когда нам дали управление. Тут просто. Срываем их без каких-либо дополнительных условий и бредем назад к сторожу. Закидываем ягоды в соковыжималку и буквально выжимаем сок. Интересная вещь. Кто-нибудь видел такую соковыжималку в реале? Подает сок Торин с музыкальным сопровождением. Пауза. Вообще, в игре в этом моменте Торин исполнил начальное гитарное соло песни Джонни Бигуд. В фильме «Назад в будущее» ее Марти Макфлай исполнял на школьной дискотеке. В версии софтклаба там уже другая композиция. А я, чтобы избежать возможных недопониманий с копирайтами, заменил ее на что-то из фонотеки Ютуба. Я до сих пор пытаюсь понять, какой был сакральный смысл в этом гитарном соло. Ну что ж, сторож выпивает свой аппетайзер, значит готов к основному блюду. А хочет он слагетти и питболс. Ну, типа спагетти и тевтели. Короче, макароны по-флотски. Только сделано оно должно быть из слезняков и торфяного мха. Тут, кстати, в софтклабовском переводе хорошо перевели. Где взять слезняков, мы тоже видели. Они бегают вверх и вниз по дереву, когда мы проходим мимо него. Но достать их просто так не получится. Приходится обратиться к Слиму и Слайму, чтобы они помогли в поимке своих братьев по слезе. Слим и Слайм говорят, что нужна приманка. Но что конкретно, они не скажут. Ведь Торин ничего для них не сделал. Сейчас вот как будто типичная беседка рождается. Квест с бегой подай принеси. А принести мы должны самый большой лист для тренировок по фигурному скольжению. Но теперь понятно, для чего в закутке неподалеку лежит куча листьев. Опять же, просто так листья Торин брать не хочет. Ведь нужен самый большой. Кто может измерить листья лучше, чем гусеница? Долго измерять не пришлось. Вот он. Самый большой лист. На этом предназначение гусеницы заканчивается. При попытке взять этот лист, его сдувает ветром. Торинг притаптывает его ногой и слышно, как что-то распылющило. Так и не понял, я это с течения обстоятельств, или червяк попытался оставить самый большой лист себе. Так же не понял, вернул ли Торин этого червяка к жизни. Но теперь у нас есть лист для улиток. И Бугл воспользовался ситуацией, и теперь может превращаться в червя. Возвращаемся к Слиму и Слайму, отдаем им лист, и узнаем секрет приманки для слизней. Слизни любят тину. Можно речную, но лучше, конечно, болотную. А еще лучше тину из городского рва. Торину в ров лучше не ссоваться, так как там проживают крактопусы. Ну или, как Слайм выразился... В общем, тут у нас нарисовалась еще одна сделка. Слиму и Слайму нужно попасть в ров, на ровье игры. Торин может их туда отнести, а взамен они помогут набрать тину. Другого пути нет, и улитки у нас в инвентаре. Подходим к городскому рву, опускаем Слима и Слайма вниз, желаем золота на игров и вообще душевно прощаемся. Ну и Слим просит знакомого крактопуса дать нам тины. Ну а чего мы ждали? Тина в инвентаре выглядит как скам. Беспалевно размазываем нашу приманку на дереве и прячемся неподалеку. Поймать их не удается. Это какой-то особый сорт реактивных слизней. Тут настаёт время Бугла, ведь он умеет превращаться в коробку. Просим его сделать это прям над приманкой. И стоит чуть-чуть отойти... Попались. Сработало, Слизняки в инвентаре. Ммм, выглядит прям аппетитно. Но этого мало. Нам нужен ещё торф. Болото находится вот в этом закутке. Типичное такое болото. Однако приблизиться к торфу мы не можем. Почему-то, чтобы достать торф, нам нужно залезть вот на эту веточку. Это дерево будто из металла сделано. Ну ладно. В качестве страховки обматываемся верёвкой. И прыгаем в болото. Из кустов показываются оценки. 5-9, 5-9, 6-0, 5-8 и 3-5. Похоже, этот судья из Восточной Европы. На этот раз, перед прыжком, второй конец верёвки привязываем к ветке. Мох мы достали, но потеряли сумку. При попытке её взять... Ну что ж, неподалёку есть ещё один обрубок ветки. Так что раскачиваемся. Раскачиваемся. Ещё раскачиваемся. В конце концов, цепляемся за ветку и взбираемся на неё. Естественно, в меру разумный торин решает, что после одного использования верёвки в начале нашего путешествия она нам явно не понадобится, поэтому вышвыривают её за пределы локации. Ну и как же тут без пафосной сальтухи обойтись? Но сумка остаётся лежать на болоте. Как её достать? А тут всё просто. Бугл всё это время мог сам забрать сумку, да и наверняка МХА мог набрать. Просто ему по приколу наблюдать, как Торин корячится. Лучший друг. Торфяной шарик в инвентаре, а значит, отправляемся на кухню. Торин подаёт добытое добро сторожу, не забывая рассказать, с каким трудом оно было добыто. Сторож поначалу прикалывается над Торином, типа, что тот просто по холму прогулялся, но потом признаёт, что еды сейчас добыть практически невозможно. И отправляет его заниматься мисками и кастрюлями. Сторож с аппетитом съедает с логетти с торфелями. Вы просто посмотрите, как он ест, даже самому не захотелось. Торин намекает, что надо бы заняться делами, ну а сторож желает десерт с латте. На тяжёлый вздох Торина сторож скипает латте и просит десерт из корня. Тут имеется в виду не какой-то корнеплод, а буквально корень. Подходим к кубическому дереву и отрубаем кусок корня. И у нас теперь есть квадратный корень для десерта. Торин предлагает сделать из этого корня пирог. Ели когда-нибудь пирог из квадратного корня? Пока пирог печётся, сторож наконец предлагает пройти в комнату с неким фенокристом. Идти далеко не надо, так как секретный проход прям за шкафом. Перед тем, как идти, сторож предлагает нам взять кристалл на выбор. Тут можно выбирать на самом деле любое, и это ни на что не влияет. Мы попадаем в комнату с фенокристом. Сторож же сбрасывает со своих плеч бремя дежурства на своего, как ему кажется, сменщика и намерен с пирогом направиться домой, если вспомнить, где его дом. Даже жалко его как-то. Торин замечает, что неплохо бы научить его пользоваться всем этим хозяйством, и здесь ли вообще путь в нижние земли. Сторож же отвечает, что Торину и не надо ничего уметь, да и не помнит он уже, как идти пользоваться. Все, что требуется, это следить, чтобы никто снизу не пробрался наверх. На этом роль сторожа и заканчивается. Интересно, что у охранника городской стены имя есть, а вот у сторожа нет. Что в переводе диакилы, что софт-клаба, сторож это сторож. И, кстати, в английской версии игры то же самое. Но я таки нашел распечатку диалогов, и тут охранник на стене это охранник, а сторож фенокриста Герман. Ну, не стал я копать, почему все так, как оно есть. Да, я только в процессе монтажа эту деталь заметил. Когда мы приносим ягоды для сока, Торин говорит, Вот только я не помню моменты, где Герман вообще свое имя называет. Видимо, это осталось где-то за кадром. В комнате находится гигантских размеров кристалл. Видимо, это и есть фенокрист. Каменная платформа, которая закрыта от кристалла колоннами, в разумную меру Торин сразу замечает связь между ними. И тут есть панель управления. Это первая головоломка в игре. Берем кристалл, который дал нам Герман, и поочередно запихиваем его в цветные отверстия. Задача простая убрать все колонны на пьедестале. И тут уже в меру разумным оказался я. Мне в принципе нравятся головоломки, если они не особо душные. Но вот тут конкретно что-то пошло не так. Пока я запихивал кристалл, пытаясь понять или вспомнить принцип действия этой головоломки, я ее решил. Даже не понял как. Колонны задвинулись в пьедестал и появилась какая-то чаша. Торин долго не церемонится, а сразу запихивает туда свои потные ручонки. Но справедливо замечает, что этот порошок скорее всего важен, и нужно набрать его с собой на случай, если его в нижних землях не окажется. Я совсем забыл про это, но в этот момент вспомнил, куда этот порошок можно засыпать. Идем домой. И рядом с папиным креслом есть что-то типа тумбы с куревом. И там же лежит пустой кесет для табака. Вот он-то нам и нужен. Вроде бы на этот раз в доме точно ничего нужного для путешествия не осталось. Возвращаемся к Фенокристу, набираем порошок в кесет. Используем кесет с порошком на пьедестале. И Торина засасывает в кристалл. На этом первая глава похождения Торина заканчивается. Конечно, я растянул прохождение этой главы и рассказ в целом, а так если знать как игра проходится, скорость ходьбы на максимум выставить, скипать все диалоги, сразу собирать все нужные предметы, то прохождение первой главы займет наверное минут пять. Мог я конечно уже выложить прохождение первой главы, но вдруг вы еще не успели покушать или заснуть, так что начинается вторая глава. И тут мы видим, что Нижние земли это не просто какое-то название края, а буквально Нижние земли. Так устроен мир этой игры, что-то типа луковицы. Торин живет в верхних землях на поверхности, но под поверхностью находится еще один слой эскарпа. Перед началом самой главы нам снова показывают ролик. Сержант подходит к очень серьезному деду и сообщает, что они оба там были и оба мертвы. Естественно, речь о паре из начала игры, а ребенок пропал. На что дед реагирует? Ребенок должен быть найден. Немедленно. Похождение Торина в Нижних землях начинается с падения. Сначала падение на дерево, а потом с дерева на висящую плитку. Акробатические навыки не пропадают даром. С плитки же путешествие продолжается на скалистый выступ. Не успевает Торин перевести дух, как ему чуть не размажила голову та самая плитка. Столько раз избежать смерти за 10 секунд. Торин прям везунчик. Ну и чтоб добро не пропадало, суем плитку в инвентарь. Ставь лайк, если тоже суешь в рюкзак найденный на улице отколотые плитки. Но мы вроде как видели, что там была еще одна плитка. Поэтому поднимаемся по лестнице и занимаемся вандализмом. Что-то пошло не так, Торин снова падает на выступ и снова чуть не становится жертвой плиточной мести. Однако мы своего добились. Теперь уже две плитки у нас в инвентаре. Что вы первым делом делаете, когда попадаете в новый мир? Правильно, ломитесь в первую попавшуюся дверь. И в ближайшую сцену я воздержусь от комментариев. Знакомьтесь, это битернаты. Битер типа кислые или горькие, а нац в данном конкретном случае я бы интерпретировал как поехавшие. В переводе софт-клаба они стали свинсонами. Сьерра оформили эту локацию как старый ситком и после каждой реплики за кадром включается запись меха. Получилось кстати прикольно. Особенно шутки типа ты собираешься войти? Или правильнее спросить ты можешь войти? На сцене появляется малыш битернат, мы знакомимся, все дела. буггал не теряет времени и обретает способность превращаться в йо-йо и лопату. Тут можно потрепать бобби по щеке, за что миссис битернат пригрозит вызвать полицию. Можно попытаться поговорить с мистером битернатом, но безуспешно, поскольку он уже несколько лет не разговаривал. И основной диалог у нас происходит с миссис битернатом. В ходе диалога миссис битернат жалуется на соседей короля Руперта и королеву Дип, которые живут прямо напротив через ущелье, можно сказать дверь в дверь, но за много лет так ни разу и сами в гости не зашли и к себе не позвали. Также узнаем, что у короля с королевой есть дочь на выдании, и что они с Торином подошли бы друг к другу, так как у них много общего. Она вежливая, любит своих родителей, любит лазить по горам. Бобби подвел итог. Больше чего-то интересного мы не узнаем. Интересно, что вся локация черно-белая, а на столе лежит зеленая плитка. Естественно, она нам нужна, но видимо и миссис битернат она тоже нужна. Так что покидаем эту серию битернатов. После посещения битернатов у нас есть способность Бугла превращаться в лопату, а также есть информация о короле с королевой, надо их навестить. Как вы узнали, их дверь прямо напротив. Но в этой главе основной коридор у нас вертикальный, так что придется полазить по лестницам. Так что мы идем вниз и встречаем зеленое зеленую существо, короче, нечто женского пола, это я понял по субтитрам, около ручейка, занимается постирушками. Причем она схватила даже Бугла и постирала его. То есть ей вообще пофигу что стирать. И на разговоры она также не реагирует. идем наверх через этот коридор, оказываемся на мосту и заходим в эту с позволения сказать дверь и попадаем в тронный зал. Знакомимся с королем Рупертом и королевой Ди. В основном мы разговариваем с королем. Королева уже, судя по виду, все задолбала, поэтому она просто время от времени вставляет саркастические замечания. Тут юмор снова на созвучии, поэтому поймут только англоговорящие. За разговор следует, что о лицентии тут не слышали, но возможно она в мирах, что лежат еще ниже. Ах ты же ежик, еще один слой. Но как попасть еще ниже, король не помнит. Однако он просит Торина, что если тот в своих похождениях встретит юную леди по имени Лина, передал ей, что король с королевой тоскуют по ней, и чтобы она поскорее возвращалась. Лина их дочь, то есть принцесса. По словам Руперта, такая же высокая, как Торин, а по словам Ди, такая же уродливая. Чтобы Лина поняла, что Торин это посланник ее родителей, королева отдает Торину свой медальон с портретами Руперта и Ди. Ну что, толку от этого разговора не было, зато дали еще одно задание. Над троном мы видим радугу, которую проецирует коллекция кристаллов под потолком. И по словам Руперта, в ней чего-то не хватает. И с помощью дедуктивной чуйки и поговорки «каждый охотник желает знать, где сидит фазан», понимаем, что не хватает тут голубого кристалла, который мы откололи в нижних землях. Кристалл идеально впихивается в свободный слот коллекции, радуга становится каноничной. И Торринг пытается произнести какую-нибудь речь. Блин, это прям я, когда пытаюсь озвучить видео без заранее написанного сценария. Взамен кристалла Руперт благодарит нас с приглашением на королевский бал. Тут даже Дип подмечает, что Руперт скряга. Торринг заметил, что под ногами находится зеленая плитка, и она похожа на другие плитки, которые он видел в эскарпе, и хотел бы заполучить ее уже себе в коллекцию, но по мнению Руперта должна быть более веская причина, чем просто хотелка. То, что мы пополнили коллекцию кристаллов Руперта, тут вообще не канает. Воздерживаемся от шутки типа «А это ваш самый большой вентилятор?» на руках приглашение на королевский бал. В этой ситуации Высоцкий бы спел, но мне туда не надо. Но мы знаем, кому надо. Поэтому преодолеваем кучу лестничных пролетов и заваливаемся в следующую серию биттернатов. Мы сейчас вернемся к биттернатам, уже в прогрессе. Только минута! Возвращаемся! Отдаем приглашение миссис биттернат, благо оно не именное. В благодарность миссис биттернат разрешает взять что-нибудь из дома в подарок. Ничего кроме плитки мы взять собственно и не можем, поэтому кладем ее в сумку и выходим. В рамках данного видео это заключительная серия биттернатов. Время исследовать локацию дальше, в смысле глубже, но прежде можно попытаться докричаться до какого-то чела, который сидит на выступе. Ничего не получается, спускаемся вниз. тут можно зайти в пещеру и процитировать Хана Солох. Видим еще одну плитку. Естественно она нужна. Субтиты хорошо передают тесноту пещеры. Торин хватает плитку и его обдает неприятным запахом, что очень заинтересовало его, и если ползунок тут покрутить, то понятно, что в глубине что-то есть. Самому Торину туда не пролезть, но ведь есть Бугл, а именно его способность превращаться в червя. Бугл протискивается через узкий проход, но внутри очень темно. Что же делать? Ладно, просто просим Бугла превратиться в лампу. Нашему взору предстает нечто. Цитирую Торина, оно коричневое и мягкое с ужасным запахом. Надо бы взять немного с собой. Конец цитаты. Но, как вы понимаете, взять с собой придется Буглу, поэтому просим его стать лопатой. Я сказал лопатой. Ну, такова доля быть компаньонному в меру разумного путешественника. Снова превращаем Бугла в червя. Хватаем собранное коричневое и мягкое добро. Тут, кстати, написано, что это драконья отрыжка. Суммируем к отрыжке зубы, которые торчат из пола и потолка пещеры и приходим к выводу. Да хрен с ним, с выводом идем дальше вниз. И встречаем тут двуглавого грифа. Тут два персонажа в одном. Абжора такой себе интеллигент, манера речи сейчас напоминает Астариона из Балдурсгейт 3. И Задира обычное быдло. В разговоре опять упоминается королевская особа, которая похожа на Торина и по словам Абжоры они бы понравились друг другу. Все это интересно, но нам бы пройти дальше по локации. И Абжора бы рад нас пропустить, но он в одном теле с Задирой, а Задира быдлал, ну вы поняли, пройти нам не дадут. Но Абжора подсказывает, что если дать Задире немного пожрать, то может он станет позговорчивее. Мы видели в тронном зале кусок мяса, поэтому идем туда. Итак, между делом запихиваем здоровый окорок в рюкзак. Ну, вроде никто не против. Возвращаемся к грифу и угощаем что-то что-то манч на. Задира хватает его, едва не отхватив Торину руку. Казалось бы, ну типа сделка ты мне, я тебе, но Задира клал болт на все и пройти нам не дает. Вот тут хороший пример того, о чем я говорил в начале видео. Не так много квестов, на самом деле, в которые я играл, но во всех них в этой ситуации игру дальше пройти уже было бы нельзя. То есть мы скормили квестовые предмет, хоть игра это и позволила, но как бы все. И я привык в такой ситуации, что надо было либо загружать сохранку и хз, когда ты последний раз сохранялся, но тут мы просто еще раз идем в тронный зал и вот он окорок лежит на столе снова. Можно его брать снова и снова, откармливать грифа в надежде, что тот сдохнет от избытка холестерина. Однако прям над грифом есть вот такой как это хрень называется для скейтбордистов. Вот короче, сюда кладем этот кусок мяса, а дальше наблюдаем. мое убит ante месс morning мессия 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 митом мессия 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 под pH Гриф видит кусок мяса и летит вниз за ним. Ну а мы видим маленькое деревце. И что-то рядом с ним. Спуститься просто так вниз нельзя. Тут бы припомнить Торину, что можно было спуститься вниз по веревке. Но тут ее выкинул за каким-то хреном. Но в меру разумный Торин выдает. Вот если бы это деревце выросло... Но в самом деле ему прямая дорога в департамент отмазок. Ну ладно, не будем издеваться над Торином. В сумке у нас есть что-то коричневое и мягкое. Берем это и высыпаем на деревце. Торин подмечает, что дерево либо вырастет, либо тут же погибнет. К счастью и к огромному удивлению, оно действительно тут же вырастает. У меня теперь начинает возникать подозрение, в чем некоторые люди свои кустарники с кабачками удобряют. Как бы то ни было, спускаемся вниз по дереву. И оказываемся у подножья лестницы. И музыка как бы намекает, что мы на верном пути. На вершине лестницы стоит алтарь. Вот теперь понятно, что Торин не какой-то плиточный фетишист, а они реально нужны. Берем плитки и вставляем их в свободные слоты. Всего их должно быть девять, а значит осталось найти пять. Одна, как мы помним, лежит на полу в тронном зале. А остальные надо бы найти. Поднимаемся обратно по дереву, и дабы сразу исследовать локацию, идем мимо гнезда грифа дальше по лестнице. Никакого моста в этой части ущелья нет. Но для нашего акробата это не проблема. С залазием в пещеру, Торин снова жалуется на вонь. Но в этот раз дракон ни при чем. Знакомьтесь, Сэн и Макс, скунсы, живут в этой пещере. Договариваться с скунсами не получится. Если Слим и Слайм из первой главы были хоть и дерзкие, но занимались спортом, саморазвивались и хоть за услугу, но помогли Торину, то эти два чудика просто сами по себе мудилы. Торин не может пройти дальше из-за вонни, поэтому лезем назад. И вот тут как раз есть то, что поможет пройти эту пещеру. А Торин подмечает, кто-то оставил здесь прищепку. Кто же это мог быть? Торин, тут еще кто-то носки оставил, может их тоже забрать надо? Ладно, мы тут неподалеку от тронного зала, пойдем еще с королем насчет коллекции и перетрем. Поскольку король говорил, что должна быть веская причина, что поддать плитку, Торин говорит, что плитка это часть чего-то важного. На что король отвечает, естественно, ведь это часть пола в моем дворце. Тут не поспоришь. Торин объясняет, что нашел здоровенного идола, куда нужно запихать плитки, и, скорее всего, это путь в нижние земли. В итоге плитку нам все-таки взять разрешают. Одна плитка есть, осталось четыре, поэтому продолжаем пробиваться сквозь скунсов. На этот раз пользуюсь противогазом фермера прищепкой. Попытка не пытка, и, хотя Торин запаха сейчас не чувствует, перспектива провоняться скунсами на всю оставшуюся часть игры заставляет его отступить. На этом моменте я в небольшой ступор впал, потому что даже подвигав ползунок туда-сюда, не смог найти, куда дальше пойти. И вот случайно стрелка вниз показала. Я говорил, что пиксель-хантинга тут нет, но такой момент может случиться. Лезем вниз по отвесной скале косплея Человека-паука и попадаем на балкон какого-то помещения в восточном стиле. Если ползунок подтянуть вниз, то выясняется, что это женские бани. На стене там висит очередная плитка, и, хочешь не хочешь, ее надо достать. Поэтому спускаемся по лестнице. Ты открыл быстрый путь в нижние земли. Хорошая шутейка. Вообще полезно обращать внимание на всякие предупреждающие знаки. А простите, тут что нарисовано вообще? Это кулак, который ломает запрещающий знак? Или это запрет на танец живота? Ладно, пока заберем этот знак с собой, потом разберемся. Спуститься по лестнице мы не можем, но запрать плитку все равно нужно. Настает время Бугла. Просим его превратиться в йо-йо. Подбадриваем. И спускаем его в баню. Да, без Бугла мы точно не справимся, а значит, надо придумать что-то еще. Короче, пока в бане не будет пусто, туда не сунешься. А пока можно заняться любимым делом Торина. Залутаться. И к нам в сумку с легкостью помещаются. Мягкая подушка. Античный вентилятор. Ну и как мы продолжим свое путешествие без ковра? А тут на самом видном месте лежит еще одна плитка. Все, тут пока делать больше нечего. Поэтому карабкаемся вверх. Вот сейчас мы уже можем пройти через скунсов. Затыкаем нос прищепкой. И применяем ковер на скунсов. Торин берет ковер в руки. Скунсы пытаются его обстреливать, но ковер работает как щит. Скунсы не переносят собственного запаха и сбегают. А мы получаем в инвентарь ковер вонючий одна штука. Торин, ты серьезно будешь держать это в сумке? Теперь можно пройти сквозь пещеру. Дальше поднимаемся по своего рода винтовой лестнице. Прямо к тому челу, до которого пытались доораться с противоположной стороны ущелья. Чел занят медитацией. Потому потребовалось несколько попыток, чтобы он удостоил нас своей фронтальной стороной. Знакомьтесь, Ведер. Торин говорит, что пытается найти колдунью по имени Лицентия. Но Ведер, как и многие персонажи этой главы, пытаются посватать Торина с Линой. А на вопрос, не знает ли он пути в Нижней Земле, он спрашивает у Торина, а ты знаешь, как помочь Нижнему месту? Короче, Ведер целыми днями сидит на твердом камне. Кости ломят, задница отваливается. Не будем спрашивать, почему он просто не уйдет отсюда. Попробуй пойми этих медиаторов. Но мы понимаем Ведера и дарим ему мягкую подушку. От всего сердца чужую подушку, чего бы не подарить. Ведер с радостью принимает подушку, а взамен отдает то, на чем он сидел все это время. И, о, какая удача, это еще одна плитка. Господи, вы только гляньте на эту полную блаженство физиономии. Его лицо прям тебе передает часть своих эмоций. Ну ладно, доброе дело сделали, идем обратно в бане. Думать, как достать еще одну плитку. Если прислушаться к разговорам посетителей бани, то можно понять, что у них очень чувствительное обоняние. А на сумке есть ковер вонючий, одна штука. Скидываем ковер с балкона, прям на выступ рядом с окошком. Видно, что ковер источает зеленый аромат, но тот просто поднимается вверх. Помогаем аромату найти нужный путь с помощью веера. Все, теперь можно без опаски спускать Бугла вниз и попросить его взять плитку. Ну а выберется Бугл с нижнего этажа через вот эту дверь. Бугла Бугла за этой стеной. Всё, идём дальше. Итак, нужно было найти ещё пять плиток. У нас в инвентаре четыре. Где достать пятую? На самом деле она тоже в инвентаре. Вот она. Просто из неё кто-то сделал знак. Его надо стереть. К счастью, тут у нас есть специалист для этого дела. Подкладываем плитку рядом. И просто ждём. И получаем уже чистую. Ну вот, все плитки найдены. Идём к идолу. Впихиваем все плитки на места. А на какие именно места? Тут вторая головоломка в игре. Нужно плитки вставлять, менять местами, крутить их так, чтобы получилась рожица и попутно карта. Если кому надо, вот так вот в итоге она должна выглядеть. Плитки превращаются в голову идола. И он нам выдает маленький кусочек лора, что на протяжении веков люди использовали фенокристы для путешествий больше скорости света, вплоть до планеты Страты. И просит нас испытать на себе радость дальних странствий. Затем его рот трансформируется в лестницу. И за ней комната с фенокристом. Используем порошок на себе. И Торина второй раз засасывает в кристалл. Начинается третья глава. Пергола. Перед началом третьей главы есть вступительный ролик. Но я решил вам пока его не показывать. Торина выбрасывает на поверхность перголы. Тут все зеленое и непонятное. Он замечает кристалл рядом с собой и думает, что с помощью него сможет спуститься вниз. Однако при попытке сделать шаг проваливается в глубокие зеленые дали. Короче, стоял он на кроне дерева. Торин выжил. Но судя по его возмущению что-то пошло не так. Его поймали маленькие местные жители и... сожрали его. Оставив только кости. Ну, короче, тут медить нельзя. Как только нам дадут управление, нужно... встать. Мелкие людоеды разбегаются, но один остается висеть на воротнике. Торин добрый и жрать кого-то в одежде не в его вкусе, поэтому он помогает мелкому и отпускает его на землю. Появляется мелкий вождь. Судя по субтитрам, его зовут Сметана и благодарит нас за спасение соплеменника. Обливает Торина лестью, что тот добрый, учтивый, милый, не то что другие великаны. Конечно, ведь Торин сейчас не лежит связанным на земле. Ну и заодно вождь просит Торина о помощи. Поскольку Торин сейчас ощущает себя гигантом, он спрашивает какого рода помощь. Таскать бревна, передвигать горы и про себя думает топтать деревни. Ну и все оказывается проще. Мелкие поймали еще одного великана и тот не хочет договариваться. Ребят, вы как бы и Торина сожрали минуту назад. Ай, ладно. В общем, соглашаемся помочь и идем к связанному великану. Им, оказывается, Лина. Лина в панике и даже разговаривать с нами не хочет. И с помощью медальона, который нам дала Королева Ди, пытаемся убедить ее, что мы только что из-за Скарпа, где встретили ее отца и мать. Лина чуть ли не плачет и жалеет, что не послушались родителей. Но в момент, когда Торин показывает медальон, уровень недоверия резко подскакивает, ведь такую безделушку Торин мог просто на Алике купить. Но Королева Ди говорила, что внутри медальона есть фотографии. Открыть медальон можно, если поставить его на стенд и щелкнуть мышкой на его проекции. И в открытом состоянии снова показываем медальон Лине. Лина успокаивается, но все же подмечает, что Торин высокова для Эскарпы. Торин объясняет, что он из верхних земель, на этом мы порешили. Лина просит Торина использовать свой нож, чтобы освободить ее. Само собой, у Торина ножа нет, как и веревки. Зато нож есть у Лины в сапоге. Достаем его и обрезаем все веревки. Субтитры создавал DimaTorin Субтитры создавал DimaTorin Субтитры создавал DimaTorin Бугл очень вовремя. Под предлогом помочь подняться Торин показывает царапину на плече. Уловка срабатывает, Лина вскрикивает «Ты ранен?» Торин топит до конца. «Со мной все в порядке, я уполз с дерева, приземлился на глину, поборолся с медведем, взорвал звезду смерти, наверное, поцарапался о ветку. Это не страшно». Лина слышит ручей неподалеку и тянет нас туда. Зеленый пейзаж располагает к душевным разговорам. Торин рассказывает, что все в Эскарпе говорили, что они с Линой должны встретиться. Лина же рассказывает, что дома все маленькие и волосатые, а она всегда была гадким утенком, слишком высокая, да и волосы только на голове. Но с Торином она чувствует себя нормальной. Торин же отвечает, что она что угодно, но не нормальная. «Торина, что у тебя с глазами-то происходит?» Фраза немного ошарашила Лину, но Торин сразу поправляется, говоря, что она лучше, чем нормальная, красивая, очаровательная, прекрасна. Все это, конечно, очень романтично, но Лина уже соскучилась по родителям, да и родители Торина сами себя не спасут. Местный вождь предлагает нашей парочке пообедать, но они отказываются под предлогом поиски фенокриста. А искать оказывается и не надо. Местные жители знают, где он. Вот только его давно не использовали. Ах да, во время этих шурамуры Бугл научился превращаться в... об этом позже. В общем, по пути к фенокристу переходим через местную городскую стену и оказываемся у какой-то пентаграммы, на которой стоят ритуально одетые пергольцы. Вождь просит их уделить нам время. Местная легенда говорит, что миры откроются, когда остеарии найдут гармонию, но даже надевая древние священные одежды, они не могут достичь ее сами. Короче, очередная головоломка. Суть ее в чем? Когда кликаешь на какого-нибудь человечка, он перемещается на свободное место. У каждого человечка выделяются два предмета одежды своего цвета. Тут четверо с желтыми шарфами, четверо с синими рукавами, четверо с красными поясами, четверо с зелеными капюшонами и четверо с бордовыми рясами. И нужно построить их так, чтобы каждый предмет одежды сложился в отдельную линию. На самом деле головоломка достаточно простая. Ну а еще эти чудики забавно передвигаются. И когда задача выполнена, эта плита с пентаграммой поднимает нас наверх. еще одной головоломки. Обожаю решать головоломки в пол первого ночи. Но тут суть такая. Сначала нам нужно распределить остеариев по принципу девочки налево, мальчики направо. Мы выбираем двух человечков и они меняются между собой. Когда дело сделано, перед нами появляется опюпетр с держорской палочкой. Сами мини-челики встают в соответствии со своей тональностью. Опять они начинают когда им укажешь палочкой. Нужно чтобы женщины спели по восходящей тональности, а мужчины по нисходящей. Так что вперед решать очередную головоломку. Если вкратце, когда кликаешь на человечке, два других связанных с ним меняются местами. Более подробно не буду копать, сорян, видео не про это. Короче, вот таким макаром сначала женщин строим, и после их пения открывается первый фенокрист. И таким же макаром выстраиваем мужчин. После этого открывается второй фенокрист. Ну и все. Лина просит Торина сберечь порошок, чтобы потом навестить ее в эскарпе, и после прощального поцелуя каждого засасывает своей дорогой. Так заканчивается третья глава. Да, она короткая, но не самая худшая, потому что впереди нас ждет остение. Перед началом четвертой главы есть очередной видеоролик, но сейчас я его показывать не буду. А Торина в это время выбрасывает в худшем из нижних миров. Сразу осматриваемся и лезем в тумбочку. Кратеры, лава и тумбочка. Странная комната. Находим в тумбочке бутылочку, и если на нее кликнуть в проекции, то выясняется, что это упаковка влажных салфеток с нашатырным спиртом. На самой тумбе что-то написано, но грязи столько, что хрен разберешь. Для этого влажные салфетки нам и положили. Протираем тумбу и видим надпись «Добро пожаловать на Астению». Спасибо. В самой пещере больше ничего и нет, и если поводить мышкой, можно нащупать выход. Однако, по словам Торина, дверь закрыта, а ручки нет. Что делать непонятно, и вот тут уже некий элемент пиксель-хантинга присутствует. На тумбе оказывается кнопка, которая и открывает дверь. И тут как бы радуешься, что можно выйти из этой стрёмной комнаты, но господи, снаружи ничуть не лучше. Мы находимся на острове посреди лавы, и тут только три места, куда пока можно сходить. Первый это не знаю, с чего Торин взял, что этот жуткий по виду аттракцион имеет отношение к военно-промышленному комплексу, но он оказывается прав. Эта хрень изготавливает каменные ядра. Если кликнуть на эту панель, то по звуку Торин как будто туда монетку кидает. И мы видим, как по этому аттракциону катается ядро под жуткий аккомпанемент. по мне это все крепота какая-то. И мало того, что эта хрень страшная, после того, как ядро выкатывается из последних ворот, оно просто подскакивает на трамплине и улетает куда-то в лаву. Приходится еще раз запускать производство, но на этот раз нужно встать на полметра правее, и тогда в конце Торинс умеет поймать ядро. А нафига оно нам надо? Надо на самом деле даже ни одно ядро. Отходим от этого ужаса и можно подойти вот сюда. Тут деревянная крышка в земле, взаимодействовать с ней нельзя напрямую. Идем дальше. Тут у нас что-то типа домика в скале и качели. Торин подмечает, что тут наверное жили люди, которые обороняли этот остров. Отчего обороняли или кого неизвестно. Хоть я и говорил, что все действия в игре поддаются какой-то логике, но на мой взгляд конкретно сейчас она ушла на обед. Я вот сейчас пишу сценарий и не могу придумать хоть мысли Торина как персонажа, поэтому просто напрямую буду говорить. Мы можем сесть на одну сторону качели и она опустится, но надо сделать так, чтобы качели находились в равновесии. Кладем каменное ядро на другую сторону качели, но это оказывается мало. Нужно идти снова к этой шуткой фабрики и еще пару раз запускать производство ядер. Каждый раз слушать эту музыку и еще нельзя забывать после запуска передвигать Торина на метр вправо, иначе упустишь ядро. И как оказалось, трех ядер еще и недостаточно, чтобы выровнять качели. Нужно еще раз идти и заказывать ядро. Данная глава очень контрастирует с остальными. Нет, здесь еще нет гринда, но уже есть искусственное растягивание игрового процесса. Кладем четвертое ядро в качели и садимся сами. Качели уравнялись и что-то где-то произошло. Идем смотреть. Из деревянного люка в центре острова вылезла катапульта. Где тут связь вообще? Это местные партизаны придумали такой трюк с качелями, чтобы прятать катапульту от посторонних глаз? Фиг с ним. Подготавливаем катапульту, а в качестве снаряда используем себя. Ну и бугла, конечно, заодно. До спускового крючка нам не достать, а поэтому используем нож, просто чтобы веревки перерезать. что могло пойти не так. Очевидно, что перелет получился из-за недостаточного веса Торина. А как это можно быстро исправить? Хе-хе, да, нужно еще одно ядро. Снова садимся в катапульту и перерезаем веревку. На этот раз срабатывает. Правда, Торинг печатался лицом в песок, но это не страшно. До того момента, как прилетает бугл. Да, тыканье лицом в грязь, основа юморологии. А куда ядро из инвентаря делось? Тут начинается самая идиотская часть игры и по иронии ее и можно назвать похождениями Торина. Мы просто кликаем по земле и Торин идет на этот клик. И вот таким вот захватывающим способом пытаемся пройти лабиринт из дорожек суши, окруженных лавой. А если между кликом и Торином хоть чуть-чуть лава окажется, то он не будет обходить это место, а просто застрянет и будет ждать, когда мы в другое место укажем. Меня еще в самое первое я даже сейчас понимаю, что надо идти вот к этому нагромождению. И как бы правильно тут стоит некое устройство. Короче, это водяная пушка. Но она не работает. Тут я вспоминаю, чтобы она заработала, нужна какая-то деталь. Но ее не видно нигде, даже если лицо к монитору прислонить. И спасибо на том, что эта деталька время от времени блестит. Если отойти от пушки, то в момент смены локации она поблескивает. Ну и конечно дотянуться Торин до туда не может. Нужно опять закликиваться по лабиринту. В конце концов добираемся до блестяшки. И это не деталь, это гаечный ключ. Да, тут запамятовал. И теперь кликаемся обратно к пушке. Все. Торин что-то там подкрутил. Пушка на несколько секунд срабатывает. И этого хватает, чтобы создать себе временную переправу. Да. Торин быстренько перебирается на другую сторону, чтобы оказаться в еще одном лабиринте. Этот лабиринт чуть менее раздражающий, потому что тут появляются стрелочки, и Торин сам по команде способен идти к ним. Но только более интересной игра не становится, потому что в основном похождения тут через пещеры. и Торина мы даже не видим, а просто несколько секунд слушаем звук его каблуков. Серьезно, Торин, ты там шпильки надел, что ли? В конце концов доходим до еще одной переправы. Нажимаем тут на кнопочку и из лавы уходят колонны. По ним нужно попасть на другую сторону. Вот только колонны уходят вниз спустя пару секунд, как мы их касаемся. Это не проблема, и на другую сторону допрыгиваем с легкостью. Но есть нюанс. Каждый раз, когда колонна уходит вниз, из пещеры справа чуть-чуть выдвигается мостик. И чтобы весь мостик выдвинулся, нужно, чтобы все колонны ушли под лаву. На этой стороне также есть кнопка. Нажимаем ее, колонны вновь показываются, и мы прыгаем обратно. Тут начинается цирк с конями, точнее с камерой. Автоматически камера не двигается, и когда мы допрыгали до края, нужно ползунок передвинуть вниз. Причем это придется сделать не один раз, иначе Торин уйдет в лаву вместе со столбиком. Короче, начинаем прыгать сначала, с учетом того, что надо прыгнуть на каждый столбик. И как только последний столбик скрывается вниз, можно перейти по мосту, и наконец найти комнату с фенокристом. Сам фенокрист закрыт, а открыть его можно с помощью головоломки. К счастью, тут все просто. Нужно, чтобы луч слева дошел до права. Хорошо объяснил, да? В общем, меняем кристалл местами, и луч достигает правой стороны. Фенокрист открывается, и наконец можно свалить из этой главы. Начинается пятая глава. Пикант сообщает лицентии, что Торин добрался до Тенебруса. Она злится на Пиканда из-за того, что все идет не по плану, но он намерен выполнить свою часть сделки. А вот Пикант свою в свое время. Лицентия зовет Дрипа, появляется какой-то гибрид снежного человека, гориллы и алкоголика, и Лицентия поручает ему найти кое-кого. Тем временем Торина выплевывает в Тенебрусе и впечатывает трубу. Торин теряет сознание и, соответственно, взаимодействовать ни с чем больше не может. Но может Бугл. Переключаемся на его способности и вот тут способность, которую он приобрел от Лины. Бугл медсестра. Хоть Лина костюм медсестры не надевала, хотя, может быть, нам просто этого не показали. В общем, Бугл превращается в медсестру и пытается реанимировать Торина. Как умеет. Бугл понимает, что избиением Торина его не пробудить и тут он уже вспоминает, что в инвентаре Торина есть салфетки с нашатырным спиртом. Да, забавно, конечно. Торин и сам офигевает от произошедшего, но время идти дальше. В самой кладовке, где мы очутились, нет ничего. Судя по всему, и двери тоже нет. Есть только маленькое вентиляционное отверстие. Для того, чтобы открыть крышку голыми руками, сил у Торина не хватает. Ну, либо он просто поддеть ее не может. Ну, а спасибо Лине за ножичек. Торин открывает крышку и залезает в вентиляцию. Путешествие по вентиляции идет по прямой. Сама труба при этом в каждом окне становится все выше краю экрана. И Торин ударяется в кнопку помощи. Не, серьезно, я даже не сразу понял прикола. В первый раз я подумал, что сам случайно эту кнопку нажал. Тут перевод субтитров еще неразбериху вносит. В общем, убираем всплывшее меню и ползем дальше. Но ползем недолго. путь вниз занимает довольно долгое время, и Торин наконец просит Бугла помощи фразой «Save us». Полет Торина завершается рядом с живым подсолнухом. К счастью, тут либо земля очень мягкая, либо трава очень густая. Торин остается жив. Жив он остается и после того, как на него приземляется Бугл, который в полете услышал что-то про сейф. Торин толком отряхнуться не успевает, как появляется местный полицейский и арестовывает его за жестокое обращение с растениями. Торина уводит в наручниках, оставляя Бугла. По словам полицейского, повезет, если они встретятся через несколько лет. Бугл топает за нами. Подсолнух до сих пор в афиге от такого количества событий. А тут еще появляется красноносый Дрип. И он же появляется за окном тюремной камеры, куда уже успели запихнуть Торина. Торин в отчаянии. Проделать такой долгий путь и угодить за решетку. Увидит ли он теперь родителей? В окне показывается Бугл. Торин обрадовался, но радость быстро сменилась горем, когда Дрип утаскивает Бугла в неизвестном направлении. А Торина уводят на суд. Судья хоть и страшный, но дает шанс Торину оправдать себя. Торин выкладывает свою историю про похищение родителей и поиски лицензии. Судья дает нам второй шанс, но подчеркивает, что плохо обращаться с растениями в этом мире нельзя. И что в случае повторного нарушения закона Торина отправят в пустоту. Звучит страшно. На этой радостной ноте Торина буквально выпинывают в то место, где его арестовали. Но вещей при этом не вернули. И Бугла рядом нет. Что делать дальше? Пообщаться с местной фауной. Ну, то есть с флорой. Судя по субтитрам, представителя местной флоры, которую мы чуть не угробили, зовут Миссис Растение. И хоть она и не довольна тем, что мы сделали с ее друзьями, но в целом большой обиды не держит. Кто такая лицентия она тоже не знает, потому как не часто прогуливается, но корни знаете ли. Однако советует найти чела, который записывает аудиокристаллы. Он сейчас, скорее всего, в амфитеатре неподалеку, записывает таланты. По крайней мере мы знаем куда идти, но по словам Миссис Растения самостоятельно хрен мы туда пройдем, потому что склон очень скользкий. Поэтому она предлагает нам сделку. Ее листья прямо сейчас жрут шелкопряды хамелеоны, и если мы поможем ей избавиться от вредителей, то она попросит знакомые травинки помочь нам пересечь склон. Звучит справедливо, надо бы посмотреть, что там за шелкопряд. Господи, боже мой, бедная Миссис Растение. Желание помочь возникает даже если бы сделки не было, вот только реакция этих червей просто феноменальная, похлище, чем у слизней в верхних землях. Короче говоря, поймать их просто так нельзя. Поэтому оставляем Миссис Растение, но, конечно же, вернемся к ней. Подходим к тому самому склону и пытаемся все-таки перейти. Склон действительно скользкий. Попробуй подружиться с травой. Ладно, других вариантов нет. Рядом с обрывом спит дерево. Торин замечает, что оно покрыто чем-то очень липким. Хнычащее дерево просыпается и просит не трогать его. Диалог с деревом достаточно депрессивный. Сам дерево говорит, что он просто сентиментальный и при упоминании родителей Торина плачет смолой. Не мешало бы ее собрать, но хоть Торин носил свои сумки и мох и тину и драконью отрыжку и облитый скунсами ковер, но смолу голыми руками трогать не хочет. Ну вообще она липкая же. Короче, идем в предыдущую локацию и отламываем веточку сухого камыша. Будем надеяться, что тут не наказывают за надругательство над трупами растений. Хнычащее дерево не против того, чтобы мы взяли немного смолы и надеяться, что кто-нибудь когда-нибудь сделает что-то для деревьев, а не будет просто использовать их. Ну а далее мы идем к миссис растения и с помощью нового инструмента смолы на палочке смазываем ее листочки этой самой смолой. Наш мозг победил шелкопрядов. Осталось их собрать в наш инвентарь. Ну и рожица. Мы выполнили просьбу миссис растения и Торин интересуется, почему черви такая забавная окраска. И оказывается, что червяки способны воспроизвести шелк любых расцветок. Достаточно их просто положить на любой рисунок. Эта информация нам пригодится. Теперь идем обратно к обрыву. И трава соглашается помочь пройти по склону. Тут надо курсором наводить на участке склона и трава будет говорить безопасно ли сюда наступать. И когда безопасный участок найден, можно по нему кликнуть. нет тут такого пиксель-хантинга, что каждую травинку нужно щупать. Вот таким интересным способом потихоньку доползаем до противоположной стороны обрыва и выбираемся из него. На фоне виден амфитеатр. Повод для радости есть, но Торин тут же вляпывается в цветок и не дожидаясь ответной реакции решает ретироваться. Торин, научись под ноги смотреть, часто это очень полезно. В амфитеатр мы заходим с черного входа. И тут же становимся свидетелями актерского срыва с типичной фразой «Я ухожу» и на всякий случай я буду в своем трейлере. Перед уходом талантливый актер оставляет свой цилиндр и трость. Ну а Торин, видимо, с мыслью «кто-то оставил ту трость с цилиндром» забирает этот набор к себе в сумку. Пройдя чуть дальше, наблюдаем за репетицией номера с яблоком на голове и стрелой. Номер заканчивается тем, что кролик увольняется, на что стрелок говорит, что это он увольняет кролика и увольняется сам. И выбросив лук, видимо, отправляется в ближайший бар. Пытаемся поговорить с кроликом, которого, к слову, зовут Бакс, но тот еще на нервах после очередной репетиции и ему сейчас вообще не до внешнего мира. Поэтому идем дальше, не забыв при этом захватить выброшенный лук. И пытаемся спросить о лицензии у местного плотника. Тот отвечает, что его лицензия не должна волновать Торина, а о лицензии он вообще не слышал. И сам интересуется, не является ли Торин новым исполнителем музыки на пиле. Естественно, нет. А на вопрос Торина, не видел ли плотник этого исполнителя, плотник отвечает Да, забавно. С распределителем сцены тоже толком поговорить не выходит, потому что она вся в работе и просто говорит Торину ждать своего выхода. Идем дальше вдоль находим чела, который занимается звукозаписью. Судя по субтитрам, его имя Кивест. Или Кивест, неважно. И, наконец, за все свои похождения Торин встречает персонажа, который не просто слышал о лицензии, но и видел ее. Более того, этот челик коллекционирует записи редких голосов, и голос лицензии тоже в его коллекции. По его словам, много лет назад лицензия была изгнана из этого мира в пустоту. Но пустота опасна, и поэтому все выходы и входы из нее опечатаны, и попасть туда просто так не получится. Хоть полученная информация сама по себе ценная, но Торин желает получить запись голоса лицензии. Но для такого коллекционера нет ничего ценнее, чем такой редкий голос. Торин делает ход конем, и предлагает более редкий голос, голос представителя верхних земель, то есть свой. Коллекционер сует под нос Торину звукозаписывающий кристалл, и тут пафосно рассказывает о своих похождениях. И как договаривались, Кевеста дает кристалл с голосом лицензии, и кристаллофон, чтобы Торин смог слушать ее долгими зимними вечерами. Довольный коллекционер возвращается к работе, а мы можем открыть кристаллофон и разобраться как он работает. Тут как бы есть слот хранения, ну я так понял, и слот проигрывания. Кладем кристалл в последний и нажимаем кнопку play. И Торин наконец слышит голос своего, как он думает, злейшего врага. Да, субтитры тут не просто так дублированы, об этом позже. Особенность кристаллофона как игрового объекта в том, что если не выключить его, то он будет играть даже в инвентаре, и не только. Ладно, идем дальше и видим, как начинают репетицию дуэт акробатов. А еще видим входную дверь внезапно. Так устроена данная локация. Она зациклена, прям как бублик. А, мы тут еще прошли мимо фокусника, можно поболтать еще с ним. Фокусник пытается показать фокус с угадыванием карты и вытаскиванием ее из рукава, но вместо карты появляется то попугай, то книга по магии. Короче, сошлись на том, что фокуснику нужно что-то более зрелищное. Пока фокусник думает, можно залутаться. На стене висит красивый плакат. Теперь он будет висеть в инвентаре Торина. А единственное, что приглянулось Торину среди реквизита на полке, это волынка. С акробатами говорить смысла нет, внятного ответа мы не получим. И возвращаемся к тому, с чего начали опрос в этом театре, к Баксу Бани. Тот уже чуть-чуть успокоился, а поэтому диалог получается чуть более продуктивным. Если вкратце, Кролику нужна новая работа, но та, где он не будет гробить свое здоровье и нервы. И неплохо бы еще заиметь приличное жилье. Почему-то в ходе одного из диалогов Бакс приходит к выводу, что Торин новый солист игры на пиле. И что Тот неплохо играет. Не знаю, с чего он это взял, но хочется помочь этому нервному кролику. Мы только что говорили с фокусником, которому нужно придумать новый номер. Сложив данные нужды, Торин предлагает Баксу поработать с фокусником. Бакс не в восторге от этой идеи, потому что фокусники засовывают тебя то в клетки, то в коробки, то в букеты цветов, так что нет, спасибо. И говорю я, конечно, о цилиндре. И вот эта идея кролику уже нравится. Он аж бежит от восторга, тем более, что в цилиндре есть второе дно, куда даже бильярд поставить можно. Теперь у нас в инвентаре цилиндр с кроликом. Отдаем его фокуснику и радуемся созданию нового магического дуэта. Но для фокуса с кроликом в шляпе нужна волшебная палочка, а фокусник ее умудрился потерять. Проблем нет, ведь есть торин, который все найдет, все починит, все сделает по первому золу. Волшебную палочку найти не получается, но чем вот эта не волшебная палочка? Надо просто чуть модифицировать. Тут как раз кто-то оставил пилу. Хватаем ее, пока плотник не вернулся. И применяем пилу на тросте. Вуаля, у нас есть волшебная палочка. Отдаем ее фокуснику, он замечает, что палочка не его, но кролик замечает, какая нафиг разница, ты фокусник или кто. Для фокуса нужен еще и шелковый платок, чтобы накрыть шляпу. Платка у фокусника естественно нет. Но у нас есть нечто получше, чем платок, рисунок платка и черви шелкопряды. Садим этих червяков на плакат, получаем шелковый платок для фокусов. И отдаем этот платок фокуснику. Все, дальше эта парочка справится сама. Ну, я на это надеюсь. В благодарность фокусник дает нам книгу заклинаний для чайников. В принципе, больше разговаривать за кулисами не с кем. Поэтому понадобедаем распорядительнице сцены. В конце концов, она скажет, что имя Торина есть в списке и исполнять он будет собран на пиле. Короче говоря, нам нужно сыграть на пиле. А в качестве смычка можно использовать лук. Тетива проскальзывает, ее нужно обработать. Акробаты куда-то ушли и оставили канифоль. А, простите, кто-то оставил здесь канифоль. В общем, натираем лук канифолью и пробуем еще раз сыграть. Какой-то на сцену. Нельзя заставлять зрителей ждать. Бегом на сцену. И начинаем свое выступление. Наслаждайтесь. And now, a medley of my favorite songs from the lands above. Where the peat moss groans in the light of three full moons and those crystal mountains summon my heart home. Yes, the lands above are the place I'll always love. закончить номер Торину не дает знакомый полицейский. Торина арестовывают за жестокое обращение с музыкой. Поскольку судья нас предупреждал, снисхождений не будет. И Торина отправляют в пустоту. Куда нам и надо. Полицейскому показалось, что простого изгнания мало, и он напоследок впечатывает Торина в стену, сломав что-то ему в сумке. Лишь затем Торин попадает в пустоту. Собственно, в пустоте ничего такого страшного нет, но и гравитации тут нет. Поэтому Торин просто висит в воздухе. Для того, чтобы двигаться, Торину оставили реактивный двигатель. Ну, то есть волынку. Берем ее в руки и тут появляется интерфейс управления в трехмерном пространстве. Короче, зажимаем стрелочку направления, копиям импульс и отпускаем. Таким способом Торину удается добраться до двери в пустоте. Поскольку тут нет вверх или низа, то ракурс камеры вот такой. Осталось только позвонить в дверь. Дверь открывает дрип и сжирает Торина. Да, короче, нужно проявить смекалку. Для этой цели нам оставили кристаллофон. Как видим, ушиб Торина об стену пагубно сказался на кристалле с голосом лицентии, но тем не менее кусочки кристалла голос выдают. Давненько головоломок не было. Тут надо составить предложение, которое заставит дриппа выйти из логова. В акеловском переводе запариваться не стали и ненужные части предложения пометили звездочкой. Их убираем в первую очередь. В данный момент субтитров для самого маленького кусочка почему-то не видно, но я помню, что это буква Д. предложение Дрипп иди сюда. А чтобы это самое сюда было подальше, выбрасываем кристаллофон в пустоту. Теперь уже звоним в дверь и на этот раз прячемся над ну или под крыльцом. Дрипп открывает дверь, слышит, что лиценти зовет его и без вопросов подчиняется. А мы просачиваемся внутрь и попадаем сначала в какой-то зал трофеев. В кристаллах тут заключены какая-то аниме девочка, Дарт Вейдер, Йода, Бэбэй. Вот этого чувака я сначала принял за Джека из фильма Сияние, но погуглил и оказалось, что это некто Эль Лоу. Он написал квесты для Сиеры. А рядом с ним все-таки актер Чарлтон Хестон, а кадр этот из планеты Обезьян. Ладно, мы тут не пасхалки разгадываем, а родители ищем. И, кстати, вот они вместе с Буглом. И вот, наконец, после стольких похождений, Торин встречается с Лицентией. Эта битва будет легендарной. А как начать битву? Никаких взаимодействий к русорам тут не предусмотрено, а в инвентаре только волынка и книга. Пробуем напугать колдунью до смерти игрой на волынке. Репертуар Торина Лицентии настолько не нравится, что она испепеляет его. И методом исключения на этот раз используем книгу с магией. И единственное заклинание, которое наш в меру разумный Торин нашел, это замена позиций с целью самого заклинания. И в этот раз почему-то Лицентия не испепеляет Торина, а использует то же самое заклинание. ХЗ, что за хоровод? Лицентия угрожающе надвигается на Торина, но вдруг падает без сознания. Торин подбегает к ней, и видно, что причина, по которой Лицентия потеряла сознание, ошейник. И вот теперь покажу вам вступительный ролик третьей главе. В нем мы узнаем судьбу нянечки. Ее судят. И даже в этот час ее интересует лишь судьба ребенка. Курсвелл говорит, что ребенок далеко, там, где зло до него не доберется. Нянечку подозревают в соучастии в убийстве королевской семьи, но доказать этого не могут. Но за похищение наследника ее приговаривают провести остаток жизни в нижних землях. И словно этого мало, на нее надевают магический ошейник, который задушит ее, даже при мысли о возвращении на верхние земли. После этих слов нянечку засасывает в кристалл. Да, Леценция это и есть нянечка из вступительного ролика. Ее изгнали в нижние земли. И перед четвертой главой нам, игрокам, показали сцену, где Пекан по видеосвязи заливает ей в уши. Как ему жаль, что она так много лет прожила вдали от дома и родных. Как тяжела ее судьба. И хоть Леценция стала сильной колдуней, но недостаточно сильной, чтобы снять этот проклятый ошейник. Понятно, что без повода вряд ли бы он заказывал международный звонок, ему что-то надо. И он говорит, что смог бы снять ошейник, что вызывает нервный смех Леценции. Ведь она-то знает, что снять ошейник может только кто-то королевской крови, а Пиканду королем не стать, пока мальчик жив. Но Пиканда вполне устроит пока стать архирегентом. Это пост, который сейчас занимает серьезный дед Курцвелл. И по принципу «ты мне, я тебе», Пикант с Леценцией о чем-то договариваются. Скорее всего, договорились о том, что Леценция похищает сделал вывод, что Леценция не знала родителей, кого она похищает. Чтобы понять, почему я так думаю, нужно вернуться в настоящее, где она лежит без сознания. Торин лишь прикасается к ошейнику, и тот мигом слетает. Леценция встает на ноги и выписывает Торину смачную оплюху, от которой тот летит в стену. И только сейчас она замечает, что на ней нет ошейника. И на нее накатывает понимание, что только Торин мог снять этот треклятый ошейник. Именно из-за этого удивления ей пришел к выводу, что Леценция не была в курсе, что пацан, который пошел искать ее, это Торин. Торин спрашивает, откуда Леценция знает его имя. Леценция рассказывает, что она была его няней в ту ночь, когда его родители были убиты. Торин в шоке, потому что думал, что они просто сидят в кристаллах. Леценция успокаивает его, фарманы действительно невредимы, настоящие родители Торина король и королева верхних земель. И соответственно Торин будущий король. А вот Пикант, который все это время наблюдал за происходящим, не согласен с таким утверждением и вырубает Леценцию ударом рукоятки ножа. Пикант собирается убить Торина, не забывая поведать тому, что именно он убил его родителей. Происходит такой нехилый экшуани и Пикант берет Леценцию в заложники. Как выбраться из этой ситуации? В арсенале Торина есть лишь одно выученное заклинание. Главное его правильно использовать. Потихоньку пятимся к краю кратера, теряем равновесие и в нужный момент используем заклинание на Пиканде. Тот меняется с Торином местами и падает в лаву. Торин пытается привести в чувство Леценцию, но тут... Я думал что он был там за минуту. Леценция? Вот теперь сам Пикант в кристалле будет бороздить пустоту. Торин не понимает почему Пикант не сгорел в лаве. Оказалось что это не лава а харчи для дрипа. Ну серьезно Торин как можно суп с лавой перепутать? На этой ноте Леценция возвращает нас всех в верхние земли. Дом милый дом. И тут же папа Торина спрашивает где его инструменты типичный батя. Ну а мама лишь интересуется останется ли Леценция на ужин. Да, вот это приключение. По крайней мере я так думал в детстве. А что можно сказать четверть века спустя? Как вест игра красива с запоминающимися персонажами. Какой-то масштабностью она поразить не может. Хочу немного покритиковать сюжетную часть этой игры. Нет, я не буду сейчас открывать формат сто пятьсот дыр сюжета или типа того. Но моменты конечно есть. Например, какого черта Леценцию сослали в нижние земли? Почему ей не поверили? Можно было по крайней мере нам это попытаться объяснить. Или как Лина попала из эскарпа в прогулу если Фенокрист был закрыт головоломкой из плиток а плитки явно были разбросаны по эскарпе задолго до того как Лина пропала. Или как Леценция вообще смогла похитить кого-то из верхних земель если при одной мысли о них Кошейник должен был задушить ее. Причем вообще был план Пиканта когда он надоумил Леценцию похитить фарманов. То есть таких маленьких моментов несостыковок на самом деле очень много но они почему-то впечатлений не портят. Да сюжет игры и так не тянет на оскар но есть одна вещь которая прям портит повествование а именно то что мы как игрок и Торринг как персонаж находимся на слишком уж разном уровне осведомленности происходящего. Для затравки нам показывают цареубийцу и спасшуюся нянечку с ребенком и когда игра начинается мне в детстве уже сразу было понятно что Торин это и есть этот ребенок но судьба нянечки не нам как игрокам не Торину как персонажу неизвестна и то что злая колдунья которая похитила родителей Торина и есть нянечка которая спасла его могло стать крутейшим сюжетным поворотом к сожалению разработчики решили такой твист не делать а практически сразу выдать все игроку я же в свою очередь попытался сохранить вот этот поворот для вас дорогие зрители в конце второй главы нам показывают имя нянечки в субтитрах и это не косяк локализации в английской версии то же самое но блин короче я перезаписал сцену без субтитров но при тестовом показе видео в узком кругу пришли к выводу что для современного зрителя слишком уж все очевидно ну камон мы знаем что колдунья из нижних земель а тут сразу говорят что нянечку изгнали в нижние земли предположить несложно поэтому я решил сцену изгнания не показывать сразу и даже если после сцены изгнания игроки не догадывались то нате вам вступительный ролик перед четвертой главой тут уже и ошейник и платье которое лицентия за все эти годы не сменила короче вау-эффект слит просто навсего решил что эту сцену лучше вообще в конец убрать я даже перед пятой главой свои ручонки приложил по сути тут опять же видно этот гребаный ошейник но чуть-чуть сместить кадр и вроде как не видно но это было до того как я решил сцену с изгнанием убрать в конец так что в итоговом варианте видео может уже смысла в этом не было в общем если проходить игру так как она есть то в финальной сцене у тебя как игрока нет каких-то больших эмоций когда лицентия говорит Торину что это она спасла его в ту страшную ночь тем не менее игра достойна того чтобы ее пройти и хотя бы на один вечер она погрузит тебя в свой слоеный мир в котором ты можешь расслабиться и насладиться простенькой историей о похождениях в меру разумного Торина в меру Субтитры подогнал «Симон»